В чем разражаю я в ее обвинении, так как я, все дети и учителя знают, что я не пью и не курю, занимаюсь с ними два раза в неделю в волейбольной секции, также легкой атлетикой. Все дети ко мне относятся, нет ни одного ребенка с 500 человек, чтобы я на кого-то накричал, закричал, то есть никакой опасности для кого-либо, я думаю, что не представляю и не представляю. Вот еще раз повторяю, что у меня отец инвалид, а супруга сирота, 10 тысяч у нее зарплата, то есть я никуда не собираюсь уезжать и покидать, и не лишайте меня, пожалуйста, до следующего следствия меры пресечения. Да, ну что еще хочу сказать, нет, наверное, ни одного жителя здесь, вот я не знаю, может не так скажу, вот они там втроем заседают в главе трона в школе, Добряеву, Рамонова, приказчиков, вот они там рулятся, но я уверен в том, что это они там как-то говорят, что он может угрожать или не может. Любого другого, там у нас 40 человек в коллектив, все ко мне с позитивом относятся и всегда меня поддерживали, всегда поддерживали. Этот случай произошел вообще, я сам не могу дать даже себе объяснение никакого. Ваша честь. Комната, схватил меня за руку, и даже я, там следствия, следователи были, не знаю, кто и даже выстрелил в мужа, он или я, просто вот такая вот борьба была, то есть тут тоже вот это, я был в состоянии шок, но я точно помню, что там я ничего не нажимал, вот потом сразу кто-то пошел и обработает, и сказала случившимся, что вызвали скорую помощь и все остальное. И вот я не знаю, если я что-то не так говорю, неправду, я всегда был, для меня самый плохой принцип это подлость. Я лучше, когда я что-то заслужу, я отвечу за это. Вот, ну, пожалуйста, не лишайте меня свободы, так как я боюсь не за себя даже, а из-за своей семьи, отца выводят, каждый месяц практически в реанимации. Субтитры сделал DimaTorzok